Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сегодня мы с вами поговорим о, можно сказать, единственной методике, которая возможна в нашей реальной действительности, адекватная, реальная, абсолютно работающая методика детской патопсихологической диагностики, именно уровня тревожности, то есть предневрозов и невротических состояний. В основе любого невроза, всегда без исключений, первое, что мы видим, это повышенный уровень тревожности. Почему она единственная? Ну вот так вот, к сожалению, случилось, что в области детской патопсихологической диагностики она, можно сказать, единственная, адекватная. Эта методика очень проста, информативна. Значит, состоит из очень интересного стимульного материала. Она, надо сказать, адаптирована хорошо для русской популяции. Значит, здесь речь идет о методическом руководстве. Вы сейчас видите файл PDF, подготовленный для печати. У нас ее покупают, покупали. И давайте мне, в общем-то, задали вопрос по поводу стимульного материала. Значит, он действительно, вопрос был по поводу того, одинаков ли стимульный материал для лиц разного различного пола. То есть гендерные различия присутствуют, не присутствуют ли. Люди не могут разобраться. Коллеги написали мне, девушка написала, она этой методикой работает. Что самое интересное, буквально недавно, относительно недавно, недели две или три назад, моя коллега, сотрудница у меня работающая, что-то ее открывала, что-то она там читала, изучала. Но она вообще работает в области детской патопсихологии. И вот, значит, мне вот такой вопрос задали. Да, гендерные различия присутствуют. Обратите внимание, это стимульный материал для мальчиков. А вот теперь посмотрите эту же самую картинку в стимульном материале для девочки. То есть мы видим наглядно, что здесь, значит, картинка бантик, да, то есть девочка, а здесь лицо мужского пола без бантика, это мальчик. Всего стимульный материал состоит из 14 картинок. Они идут в очень строгой последовательности. Там по инструкции, в методичке это все описано. То есть 14 картинок для мальчиков и, соответственно, 14 картинок для девочек. Вот примерно подобный стимульный материал для этой самой методики. Еще раз не побоюсь повториться, сказать, что эта методика, она работоспособная. И если можно так выразиться, понятно, проективная методика, то есть выросшая из психоанализа. Еще Фрейд в свое время, если мне не изменяет память, она мне точно не изменяет. Занимался этими вопросами. Отмечал, если насколько я помню, что дети лучше диагностируются. Там есть такая методика замечательная. Кат на животных реагирует. У нас тоже методика есть. Но в данном случае речь идет о выросшей из психоанализа психодинамического направления психотерапии, выросшей вот такой вот методики. Она совершенно адекватна и адаптирована. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи!